просто приборка не работает водичка стоимость чисто свапа чисто работы 7 9 10 до 1 влаги вода была как открутить крышку это два три можно положить вот так можно ну короче ребят тут все очень-очень интересно это новый день и новая серия на канале мазайдели это серия снова у нас немного нестандартная в нем расскажем вам про одно офигенное сто которая взяла автомобиль нашего знакомого на переварку без покраски и на свап двигателя вот это поворот и что из этого вышло уже подъезжаю к валеркиному гаражу набрал тимуру владельцу этого гольфа сказал привозе автомобиль он горит сейчас только надо даже завестись как-то да да ну короче ребят тут все очень очень интересно сейчас вы увидите машинка скоро приедет принципе расскажу предисловие тимур купил гольф не в самом лучшем состоянии уже переваренный честно говоря слабенько был переварен но не очень смысле сделан ему и он захотел туда свап валера сказал мне надо в этот кузов делать свап он говорит нашлись люди у меня которые готовы взять переварить эту машину хорошо и сделают даже свап то есть валерки стоит столько доработки сделать эту машину быстрее ребята пообещали сделать переварку и свап за три недели очень шустрые ребята но это было 15 декабря а сейчас 25 апреля и только вот позавчера он забрал машину недоделанную в принципе что сразу скрывать называются эти ребята саня поможет и арс кто из них кто учредитель кто директор кто владелец работники я не знаю но у обоих есть инстаграм где они красиво показывают как они делают машины но понятно все в инстаграм все показывают красиво также у арсад например написано в описании профиля сварочные работы любой сложности а также написано минск кастом свап то есть судя по всему чуваки могут переварить все и круто и даже могут свапнуть все во что угодно увидим ну и так же я узнал официальное название сто называются не синица авто и тимур очень сильно накосячил тем что он деньги внес вперед никогда не вносите деньги вперед ребята ну что нет пути обратно что ты не мой лапушок а я не не твой андрейка что у любви у нашей села а 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 что а а а гольф приехал сзади позвонили тимуру сказали что но тут из-за своих форс-мажоров надо перенести аккумулятор тимур был не против кого потом сделает площадку все окей но почему он перенес назад что ребята сказали да вот таким образом это все красиво вот можно положить вот так можно и так то есть смотри даже если сейчас тут аккумулятор есть возможность поставить даже если блок где-то расположить тут допустим вот хороший ну допустим близительно так блок мы можем туда спрятать это как бы нормальный день там почему не поставить сюда аккумулятор о 1 переходим 2 3 тоньше 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 и за это все денег то сколько содрали стопадов 10 баксов 15 20 20 20 20 20 20 хотели тоже синеньким закончился на складе о как открутить крышку этого супер бачка лазовского ты поменяешь туда дольешь и как его приварили кузов сожгли хрен даже блин зачистили хрен загрунтовали ну короче подлить невозможно почти как бы крепежка здесь должна быть зачем за орги в управлении пол ребра жесткости ой даже если отодвинуть вот так вот мои ноги как и здесь слов нет шки-пол вода было где-то собрано хорошо зато много синего силикона да короче смотри еще так вот проводка на родные все датчики это на давление масла на температуру на щиток прибора под корень на тоже интересно лишь как зачистили чтобы она работала до первой влаги так сказать что ребята просто не успели и забрали машину чуть раньше если так и говорил три недели обещанный срок 4 плюс месяца реальный тут мы тут батюшка здесь должен быть здесь шкастом слаб кастом вот так вот а усиление какое это трындец ну да там как бы просто города тут забыли обработать но это не страшно как бы но сколько я знаю работу сварщиков даже знакомых если они варят но не красят они зачищают швы до более-менее ровненькой плоскости потом до загрунтовать можно как был шов так и остался сколько кусочков состоит заходи стакан раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать читал не читал не помню длина сколько ну как то такое сейчас запустим еще как бы уже владелец сказал что мотор никуда не едет но запуск это отдельная сейчас будет красота и ребят когда машину забирали товарищ arse за проводку попросил еще 450 долларов за работу электрика чтобы электрик доделал работу свою красиво жесть просто кинули где было место свободное еще и аккуму брали из-за этого посмотрим раз кусочек 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 пам 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 точные работы с металлом 400 долларов арки как бы и задние допустим переваривались даже в эти деньги то есть это получается днище пороге задний стакан ну все эти вот эти вот крутые усиления исполнителя взялись за 400 но такая работа должна стоить тысячу баксов понимаете тысячу баксов должен такой стоить антанна решили проверить уровень масла надеемся что но там присутствует кстати тоже да вот шуб завозит просто очень удобно масло есть но сам факт что засунуть щуп обратно через вот это вот все давай очень удобно а тут тебя даже хрень погнулась уже из трубы по поводу свапа стоимость чисто свапа чисто работы 400 долларов материалы все от владельца еще а 630 баксов было дано отдельно на запчасть с расходники грм и время и так далее ну как вам прайсы о том что машина не едет во-первых и не диагностировали никак оба дэшника здесь не вывели никуда и еще прикол то есть владелец покупает мотор на который у него есть 14 дней там допустим или месяц на ну гарантии вернуть как можно проверить мотор когда его свапали 5 месяцев хуйта уже никак если вдруг что-то с мотором не так уже по гарантии ничего не вернуть красота обещали тренизере я взорвался видел как Заладим кольцами в коробку Сделали запуск на 5 секунд О, а что тут? Вода А, вот вода теперь Вода Ну, дай еще Вода Водичка Нет Какая-то невкусная водичка Помпа текет Да, антифриз там был Вот поэтому бачок и пустой А ты, тетя, быстро О, пеночка Ма, дебилой Кстати, к вопросу, почему так долго Отмазки такие, один сварщик ушел Другой уехал в Финляндию Кстати, я знаю, куда один ушел, обратно в гараже вернулся Как-то так Подговор много, но по вине Заказчик это не одной Только все по вине исполнителей Валера тест драйв Валера сейчас прочувствует весь кайф педалей Подвесные педали Подвесные педали Получается, пятка вообще не касается земли Да, какая Жесть Блин, а педаль газа ниже стала, потому что сам владелец уже ее удлинил, переварил Те педали он не трогал То есть все три педали были вот так вот высоко расположены Жесть Ну, из-за того, что вы видели, морковка висит Трос спидометра Бля, стекло Тут ничего не работает Не так, а не спидометр Тормоза Скрин прокачен у тебя Акция нет, начинает Да, приборка не то, что тофометр и спидометр не работает, просто приборка не работает Провода, помните, вам показали отрезанные Вот так вот Работало Электрики Да, музыка работала раньше Да и машина ехала 160-170 на старом моторе О, AFN 110 сил стоковые То есть никакого тюнинга не просилось Бля, педали Турбину только перебил Передувает из-за расходами аэротурбина, да? Ну, чтоб вырыть сцепу, да, колено надо в рулю береться Жесть Жесть полная Вот так надо ногу поднимать Для привлечения Ну Ну да, по ощущениям Я тоже чуть-чуть После 70 страшно ездить, только не знаю, как он определил, что там 70 Альфоу Передув Сейчас я турбину вырежу Турбина передувает, расходомера нету Мощности тоже нету И еще и вот такая посадка в этом автомобиле Тормоза нажата была вот так Да Не вот так вот, а вот так Удобно бы вам было сидеть? Держа ноги именно не и ладно бы на площадке выше, а просто в подвешенном состоянии Да, не дай бог экстренно оттормаживаться Зато вот это вот делать ногами это жесть Зато ножки подкачаешь вот так, оп-оп-оп-оп, пресс Да, не дай ж... Убей, дай фану Уй through Да Уоу... Блять там ещё в найду попушек Ахахахаххlab Виалу arguments И все Б Ее больше, так сказать, нет Она была не очень И сделали ее просто мертвецом Поэтому он теперь будет доводить свап до ума Искать другую будку Вдольфа, другой кузов И все это перекидывать Потому что с этой машиной уже каши не сварить Оно не глушится Чего? Ну ты можешь бросить сцепу, оно заглохнет А как ты ее глушишь обычно? Пятую и сцепу А, ну да, сцепу брось, короче, она заглохнется Чуть-чуть поворачиваешь, она начинает А такое было? Да О, часы загорелись Что-то где-то тут, короче, бля Заработали Ну, было, в смысле, не было такого, когда раньше был мотор А, ну все То есть это все после свапа О, часы потухли Зато не угонят, можно пойти в магаз, не глушись У тебя плохо с интуицией, походу Видишь, у Тимура интуитивно получалось глушить машину Ты не чувствуешь машину просто Ладно, сюда есть вариант бросить сцепу Часы загорелись О, часы загорелись, да Заработали ее Такая ни одна лампочка не загорается Чего-то такое А, не, повороты тускло-тускло Массы нету Короче, это ясно, что тут ничем так Так у него получается сейчас еще время под напряжением Блок О, сжигание выключено, все работает Не, ну как, оно же Оно не выключено, оно же просто свободно Короче, тут, бля, еще надо делать, еще и делать Ну-ка, нахуй Контактная группа новая Ну-ка Ну, на горячую заводится О, заглох О! Еще раз А, вот интуиция Вот она, какая интуиция, смотри Чик Так вот, опа А попробуй, попробуй просто нормально, ну Ласково заглушить О, сейчас глухнет Я починул Но, подожди, достаем ключ Еще раз делайте, послушаем Дай педали Слышите, да? Да глушитель это барабанит, бля Короче, да Ключик доставешь, все работает Сразу проверим, что у нас Ой Чика 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 Нету, не пойму А, ну что-то есть еще Ну, короче, полбачка За несколько километров Как нифиг Украла Ну да И тут все Сыт-сыт-сыт-сыт-сыт-сыт Кстати, похоже, еще и масло вон капнуло Да? Вот Рядом масло Красота Там сало Я показывал Сейчас заглянули сюда Вот тут вот тоже Во Там Сейчас сыт Нет слов просто Что из-за такие бешеные бабки А вот Что у нас здесь И ты оставил нижнюю сумму Получается Ну да, со сваркой Со сваркой 2,290 Что теперь С ним делать? Что делать, я сказал Водерец будет искать новый кузов И доводить свап до ума Но после 2,220 Это не надо этим, по идее, заниматься людям После 2,220 Это должна быть уже ласточка А тут ласточкой и не пахнет Уточним, что 2,220 Минус Минус то, что ты покупал сам Это мотор, коробка, маховик Написано 500 сварка По факту сварка была 400 500-ка была с подкапоткой Но подкапотку не делали И эта сотка ушла не обратно в карман владельцу А на электрика пошла Ну что, и подведем итоги В принципе переварки и свапа У Сани поможет Владелец недоволен Владелец понимает, что сделано дорого Владелец понимает, что на этой машине небезопасно передвигаться Потому что 10 минут езды на этом автомобиле И все, антифриза или воды в данном случае уже нету в системе Сейчас он сделал запись ему в личку с претензиями Но ясен фиг, что люди скажут Приезжай, мы доделаем Но он никаким образом не хочет больше везти этот автомобиль туда Плюс опять же этот автомобиль Этот автомобиль он уже собирается Ну, так сказать, выбрасывать И искать мой кузов Чтобы туда потом вкинуть мотор Который сейчас Валерка будет дорабатывать Вот сейчас я уехал с гаражей Они с Валерой пошли переделывать патрубки Которые идут на антифриз Потому что он хочет хотя бы уехать своим ходом оттуда И не закипеть То у себя ребята красиво в инстаграм скинули Что они доделали свап И теперь судьба этого автомобиля в руках Тимура И вы, ребята, в принципе знаете, что я человек неконфликтный Но в данной ситуации, как и с Чили сервисом В лапы мутного СТО попал наш знакомый И мы не можем молчать Поэтому мы решили передать всю эту ситуацию огласке Как бы без своих каких-либо вердиктов Все на ваш суд Но я бы очень просил вас всех Максимально распространить это видео Репостом Скидывайте друзьям деньги Потому что я считаю, что Больше людей узнают про эту всю ситуацию Тем меньше людей повезут свои деньги туда И будут потом вот такие огорченные, как Тимур Тут, походу, идет расчет на одноразового клиента Который один раз приедет и больше туда не поедет Но бабки заработаны Так, как по мне, бизнес строить не лучший вариант И также тут я тоже хочу приложить немного скриншотов Моей переписки с Саней И что он мне отвечал на мои претензии В первую очередь Очень-очень жалко Тимура Ну потому что это просто пипец Бабки в никуда, причем немалые И мне кажется, пора заканчивать этот эпизод Много уже чего сказано, показано и так далее Ребятам, СТОшникам Желаем только, чтобы это к чему-то привело Вся эта ситуация к чему-то хорошему И для них, и для клиентов Чтоб стали работать нормально, лучше И не косячили Чтоб от них уезжали довольные клиенты И совесть их всегда была чиста Ну и в принципе, ребята, вы знаете, что делать Вот инстаграмчик Лайки, репосты, комментарии Ну все как обычно До скорых встреч Пока